Денис Мацуев Сейчас все как всегда Это тринадцатый фестиваль по счету Что ждали с особым нетерпением? Вы знаете, прошли три концерта Маэстро Спивакова со своим Любимым детищем Национально-ферманическим оркестром России Я вспомнил его первый приезд На первый фестиваль Вы знаете, 2004 год Приезд Спивакова с фиртуозой Москвы Елена Васильевна Образцова Горякова Горанян Это был такой взрыв Я вспоминаю концерты своего детства Я ходил в филармонию практически каждую неделю И концерт Рихтера Который был тогда Когда мне было 10 лет Я помню каждую ноту с этого концерта Это атмосфера филармоническая Которая потерялась в 90-е годы И вот когда мы решили делать этот фестиваль С потрясающим человеком Владимиром Константиновичем Шагиным Директором Иркутского театра имени Загурского Мы решили это сделать И вот это был такой прорыв Это была такая атмосфера в зале Они никогда не были в Иркутске Ни Образцова, ни Горанян, ни Спиваков И вот по прошествии уже 13 лет Насколько Иркутская, моя дорогая, любимая публика Привыкла к этим приездам Потому что Спиваков приехал уже в пятый раз В разные качества Он был как скрипач Мы играли в сольные концерты И с виртуозами неоднократно Если просто представить, кто уже был За эти годы Мы гордимся этим Мы делаем афишу Самого знаменитого концертного лунала любого в мире Понимаете? И Тимирканов, и Гергиев, и Спиваков, и Башмет, и Зубин Мета И каждый год это Вот на этой воздушной подушке Я говорю про метров Потрясающее целое созвездие Как уже им опытных звезд на Байкале Так и совершенно вот молодых Которые зажигаются из года в год Для меня это так Знаете, вдвойне приятно Потому что я нахожусь у себя дома И каждый, кто приходит в зал Это мой родственник практически Я всегда говорю, что сибиряк Это национальность А в Иркутске это Это действительно все родные люди И хочется, чтобы каждая программа Была вот на той планке Которую мы вот туда ее Задвинули С первого приезда Я благодарен Владимиру Тодоровичу За этот тот приезд еще Потому что это Мы так волновались Получится, не получится И вот это состоялось И само собой разумеющество Каждый год такие концерты Я благодарен, во-первых, моим друзьям Которые приезжают Потому что это все друзья Это фестиваль любимой музыки Я никогда не настаиваю на том или ином произведении Говорю, играйте то, что у вас на душе Это всегда очень важно для артиста Который приезжает на гастроли И играет тот репертуар Который он хочет играть Именно в тот момент, когда его приглашают И Хибла Герзмава И, конечно, Александр Сладковский Любимец публики нашей Который уже тоже третий раз Со своим татарским оркестром Потрясающим приезжает И, конечно же, целая плеяда Гранд пьяновцев Которые 15 человек И лауреаты, дипломанты Все приедут туда И что не было на первых фестивалях Тогда были только мэтры Да, именно А сейчас они вместе Добавляется команда И они вместе Делают разные ансамбли И они играют с мэтрами Я считаю, что вот это Соединение Дает вот такую Удивительную Кипучую атмосферу Энергетику Которая царит у нас Внутри наших концертов И, конечно же Синяя птица, безусловно Отдельный концерт Давно не было И классика, и джаз Который будет транслировать Канал Медичи И ВКонтакте И Яндекс 10 сентября 10 сентября Аудитория расширяется До земных масштабов И 11-12 тоже Поэтому, конечно же Александр Довгань Победительница Гранд Пиано Иван Бессонов Который только что победил На Евровидении Александр Малафеев Победитель того Гранд Пиано В общем, это такие силы Которые приезжают Каждый год Любой концерт Вне зависимости от Возраста солиста И его статусности Если я не люблю это слово Вы понимаете, о чем я говорю Это всегда переполненный зал И это потрясающее качество Концерта Я не забуду Когда Зубин Мета За 3 часа до выхода на сцену Я повез его на Байкал Я его отпарил в бане Самолично И, в общем-то Убедил нырнуть В наше святое озеро Его супруга Нэнси Очень переживала Но он сказал Что я должен это испытать Потому что Мы знаем про этот обряд И та И тот Та жизнь героя Штрауса Которая звучала Через 3 часа Я такого не слышал никогда Я вам правда говорю А Валерий Гергеев Который играл Пятую симфонию Чайковского После погрушения в Байкал Я уже слышал Неоднократно Эту симфонию В исполнении маэстро Но там это звучало Тоже по-особенному Не знаю Может быть это у меня Такое отношение К своей земле Но поверьте Это магнетизм И электризация То, что происходит на сцене Внутри нашего Театра Загурского Она потрясает Ну, с зубиным методом По этому поводу Я не разговаривал От Валерия Бессалыча Я слышал, что действительно И парная Особенно, когда Такой банчик Ну и, конечно Холодная байкальская вода Холодная По первым ощущениям А дальше Все встает на свои места Юлиан Понимает, о чем говорит Потому что он тоже испытал Этот ритуал Неоднократно Вот мы говорим О тех Кто приезжает Но ведь уже сформирована Совершенно потрясающая Команда людей Которые проводят Этот фестиваль Это люди Которые остаются За кадром Как бы Но на самом деле Без них просто немыслимо И здесь Вот вы сегодня Упомянули О Владимире Я хочу вспомнить О его сыне Андрея Шагине Который делает Очень деликатно И, казалось бы Невидимо Невидимо Но это Какой-то Фантастический уровень Я всегда говорю То, что успех Того или иного Действия В фестивале В частности Вот нашего Это не только те Кого мы видим На сцене А это та команда Которую не видно Это тоже Наша команда Начиная От шоферов Которые встречают Круглосуточно У нас поток людей У нас больше Четырехсот людей Каждую секунду Приезжают Улетают Они всех знают Они с ними дружат Они заводят контакты Они переписываются Потом И мало того Таксисты Которые в Иркутске Развозят наших гостей И Или просто иркутян Которые едут на концерты Знают программу фестиваля Кто когда играет Это тоже о чем-то говорит И город живет Очень фестивально Для меня Это очень здорово Конечно Смотреть на кадры Когда люди занимают С 10 часов вечера Предыдущего дня На открытие билетов 9 часов 10 часов утра Это С одной стороны Есть электронная продажа билетов А вот есть все равно Хотят получить Бумажный билет в руки И Стать обладателями Первых вот этих билетов И это дорогого стоит Я преклоняюсь перед своей публикой Потому что она Это самый главный Участник фестиваля Это самое главное Наше действующее лицо Потому что Каждый Кто приезжает туда Они играют Для них Даже те Кого мы отбираем Искорки Фонда Новые имена Каждый год К нам приезжают Потрясающие профессора В этом году Это будет Мира Марченко Кстати Педагог Саша Довгань Потрясающий педагог Из ЦМШ Это Наталья Труль Которая будет также играть Вместе с Евой Геваркиан-Йоу И ученицей тоже Гран-пьяновкой Если так можно сказать Борис Петрушанский Потрясающий профессор Наш Который будет и преподавать И давать мастер-классы И играть в сольные концерты И конечно Наша аукцион Нота До Которую мы собираем Деньги и дарим Потом инструменты Нашим талантливым детям В Иркутской области Каждый Кто выходит на сцену Он подтверждает этот класс Даже самая-самая Маленькая искорка Которая выходит На сцену Иркутской филармонии Скажем Зал Который мне очень дорог Которым я играл Свой первый концерт Гайдной Когда мне было 10 лет В пионерском галстуке Как сейчас помню Я помню Каждую ноту Из этого концерта Мало того Даже каждую ноту С репетицией Я помню Я остановил оркестр Сказал Группе альтов Чтобы сыграть Вот эту фразу Немножко ярче И там скажем Мэтры Это произвело Обязательно мэтр Мы это сделаем Вот эту Спасибо большое Между прочим Ваня Бессонов Тоже в Шотландии Давал ценные указания Здесь побыстрее И здесь Может быть Чуть подержаннее Он обыграл Первый концерт Чайковского На Гранд Пьяно Компетишн Был гала Концерт Где конечно Саша Довгань Произвела фурор Но не меньшее впечатление Оставили все участники Включая Ваню Бессонов Мы его первый раз Заметили на первом Гранд Пьяно Когда он прислал заявку Свою видео Заявку Насчет рабы В Петербурге Он всех поразил Своей свободой Какой-то Живой интерпретацией И интонированием На каком-то Высочайшем классе Уже уровне Он сделал большой скачок Несмотря на юный возраст Он уже Действительно Обыграл этот концерт Но я ему И ему сказал Победу в разных СМИ Что это самые первые Шажочки в его жизни Потому что Да Это очень почетно Это замечательно Когда идет Такой позитивный Тон Новостей С приставкой Позитив У нашей стране Это очень важно В наше время Но тем не менее Для него Это только первые Первые шажочки А подводные камни Какие В этой ситуации Подводные камни Вы знаете В нашей профессии Подводные камни Могут быть каждый день В первую очередь Не забыть Каждое утро Подходить к своему инструменту Я ему сказал Вчера был триумф А с утра Надо идти заниматься И так будет каждый день И каждый раз Надо доказывать В хорошем смысле слова Что вот это сейчас Вот этот концерт Как первый Он играл первый концерт Чайковского В этот же день Кстати я играл Первый концерт Чайковского В Лихтенштейне Мы с Валерием Гергиевым Мы играли Открывали фактически Сезон Да Абсолютно И я больше трехсот раз Этот концерт сыграл в жизни Но каждый раз Как первый Ну влияют некие обстоятельства Там Мне рассказывали Оркестранты Жуткая Грозовая была Какая-то история В Лихтенштейне Да В Лихтенштейне Ничего справились Был под вопросом Открытая же площадка Абсолютно Да И нашла туча Буквально за пять минут Она прекратилась Дождь прекратилась И мы начали играть Ну я играл много раз Когда скажем В Равине На моем дебюте В Чикагским оркестром Я играл Третья Рахманинова Там все-таки был навес Такой Как в Юрмале Знаете Вот крыша есть Но все равно Все вот так продувается И пошел не то что дождь Там была гроза Со штормом Со шквальным ветром Как раз Как будто Кто-то режиссировал Вот эту мою игру Понимаете Вот абсолютно Она точь-точь кончилась Там-тарадам С последней ноты Концетра Рахманинова Это какая-то мистика была И я помню Это Мурашки Гроза В Реминоре Да, именно Но вообще Вот то что касается Нестандартных ситуаций Я помню Ваше выступление В большом зале Московской консерватории Вы играли вариации На тему Карелли Рахманинова Кстати Это предстоит играть Сейчас В ходе Американского турне Большого 15 концертов С этим произведением У меня особая История Я ее сыграл Три раза в своей жизни Десять лет назад И потом Я отложил Это Одно из самых Гениальных творений Рахманинова По разным причинам И сейчас Произошло Возвращение Я только что Пришел От своего профессора Даренского Я всегда делаю Это Перед гастролями Я иду Всегда к нему Моему дорогому Любимому Сергею Леонидовичу Который К сожалению Потерял свою супругу Нину Борисовну Уникальную женщину Ему сейчас Очень нехорошо И музыка Лечит В такие моменты Нужно обязательно играть И дальше идти И он со мной работал Мы сейчас два часа С ним работали Третья Бетховена И Вариация на тему Карелли Это был Это был Это был Такой урок Это даже не урок Это опять Встреча с любимым Человеком Близким Который дает Свои Подсказки Вот на уровне Таких Знаете Последних Москов Таких Художника Который Дает мне Последнее Наставление Перед выходом На сцену И это Дорогого стоит Вот это Каждый раз Когда я к нему Прихожу Это такой настрой Что я Вот я уже страшно Хочу выйти на сцену И играть эти Карелли Которые сидят Во мне уже 10 лет Они переживали Свою жизнь Во мне Я с ними жил И сейчас Выхожу на сцену Уже совершенно С другими мыслями И пониманием Этой гениальной музыки То что касается Сольных выступлений Вот возвращаясь К этому Американскому Туру Там есть вещи Которые я В вашем исполнении Еще не слышал Скажем Детские сцены Шумана Вообще Это такая рецитальная Проникновенная Программа Есть и для вас Премьера в ней Безусловно Ну скажем Детские сцены Шумана Тоже особая история Я их играл Много лет назад Опять с них Не возвращаюсь Это вот Знаете Такая интуитивная история Когда дети играют Детские сцены Шумана Они играют По наитию Понятно Но учить этому Невозможно Вот такие дети Скажем Как Саша Довгань Которые Интонируют На уровне Какого-то Мастера Высочайшего Класса Понимаете Этому Сложно Научить Взрослые Когда играют Детские сцены Когда слушаешь Детские сцены В исполнении Горовица Ты понимаешь Что это Когда он играет Поэт говорит Это действительно Какой-то философ А когда игра Там сказать На палочке В лошадке Там То есть он Он играет Самого себя Это Вот очень сложно Скажем Времена года Чуйковского Та же история Казалось бы Ну простейшее Простейшее Понимание Простейшая мелодия С одной стороны Простейшая С другой стороны Гениальная Подать ее Как можно проще Это Это очень сложная задача Первый раз Я играю в Иркутске Завтра На нашем Камерном концерте Вот эту комбинацию Которая Надеюсь Буквально Вот уже Там С 17-го Честного Потом будет Красноярск Потом будет Париж Театр Шанса Залезает Именно с этой программой И потом еще В 15 столицах мира Но первый раз В Иркутске Удачи вам Денис Спасибо большое И всем счастья Обязательно побывайте В Иркутске Побывайте на звездах На Байкале Это ни с чем Несравнимая атмосфера Это просто праздник Какой-то Спасибо Денис Мацуев Сегодня в главной роли Низкий поклон Обязательно увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому